Всем привет! Недавно просматривал я ножевые новинки на сайте магазина Резать.ру и обнаружил вот такую вот интересную новинку. Это лимиточка от Викторинекс. И честно говоря, своим таким ярким цветом, вот этим вот самым гербом, как-то так это все меня впечатлило, поразило, и я решил, что обязательно нужно посмотреть на этот нож поближе. Это лимиточка 2021 года, но я ее увидел вот относительно недавно, уже в 2023 году получается. И нужно понимать, что тут у нас коробочка, Лимит Эдишн, все это вот так вот сделано. То есть, как бы, в принципе, ощущается, да, что это лимиточка даже по упаковке Викторинексовской. Почему? Потому что, я сейчас вам покажу, у меня, в принципе, есть уже упаковочка от Викторинекса. Например, ну, есть два Викторинекса у меня в кадре еще дополнительно. Вот, и, в принципе, вот она, обычная упаковочка от Викторинекс. То есть, а здесь у нас, ну, совсем другое дело. Да, мы понимаем, что, конечно же, для более крупного ножа, может быть, была бы коробочка покрупнее, но все-таки здесь уже нечто особенное. Ко всему прочему, в комплекте идет вот такой вот темлячок сразу к ножу. И, само собой, вот всякие там конгретюлейшнс, поздравления. То есть, вот это вот все описание о том, что вы тут действительно очень-очень крутой человек, который приобрел такой нож. Вот, и что меня еще поразило, у меня, на самом деле, есть Викторинекс тоже серии, получается, Allox, так же, как и здесь. И этот нож у меня 2011 года. То есть, у меня лимиточка от форма Guns.ru 2011 года. И здесь надпись такая выгравлена No Knife, No Life, соответственно. Ну, как бы это самое главное такое отличие от стандартной версии. То есть, это была лимиточка создана своими руками, участниками форма. А здесь, получается, прошло ровно 10 лет, 2021 год. Ну, а по факту, даже прошло 13, да, в 2023 году. Я, по крайней мере, снимаю этот видеообзор. Вот, и, само собой, мне было очень интересно посмотреть на этот нож, что он из себя представляет. Как всему прочему, в Викторинах с Крипсой встретишь вообще нечасто. И, в данном случае, само собой, меня нож не мог не заинтересовать. Начнем с того, что швейцарский изобретатель Карл Эльзенлер, когда так его зовут, жил в 1860-1918 году. И он учился изготовлению ножей сначала в городе Цуг, это Кантон Цуга, в общем, а затем во Франции и в Германии. Вот. И, вернувшись на родину, он открыл собственную мастерскую в городе Ибах. Это Кантон Швиц. Я так понимаю, что это все швейцарские, да, вот эти вот названия. Но, в общем, смысл в чем? В 1897 году он разработал и запатентовал модель с шестью инструментами под названием офицерский нож. Швейцарские генералы отказались закупать эти ножи, так как сочли вызывающим наличие в них штопора. Вот. И нож все-таки, несмотря на то, что генералы отказались, стал популярным среди швейцарских офицеров, покупавших эти инструменты, ну, в частном порядке. И через несколько лет швейцарская армия все-таки начала закупки ножей от, соответственно, этого мастера. И в 1909 году швейцарское правительство разрешило наносить на свои изделия швейцарский крест, который размещался на флаге Швейцарии. И в 2005 году компания Victorinox, что тоже такой любопытный факт, выкупила своего главного конкурента, который тоже выпускал аналогичные ножи, на тот момент обанкротившуюся компанию Wenger. Ну, и на самом деле, после того, как Victorinox Wenger выкупили, она просуществовала еще 9 лет, и потом, в принципе, все это производство Wenger свернули. Также из интересных фактов про ножи Victorinox стоит отметить, что Victorinox сейчас это такая визитная карточка швейцарских ножей, да и вообще многофункциональных ножей. И ножи Victorinox входят даже в список снаряжения астронавтов NASA. Ну, и ножи, мультиинструменты компании Victorinox неоднократно завоевывали самые престижные награды, премии, вот, ну и термин швейцарский нож во многих языках фактически это синоним такое, да, многофункционального складного ножа, синоним в том числе и качества. И я, между прочим, когда составлял свой рейтинг, свой топ ножей по итогам года, у меня Victorinox тоже там бывал в топе, вот. И это не просто так, потому что действительно швейцарские ножи Victorinox, они олицетворяют собой идеальный баланс функциональности, соотношения цены и качества. Вот. Но это все, на самом деле, не совсем про эту модель, потому что здесь у нас модель больше, как я вижу, скорее коллекционная. Какие позиционируется она, как Folding Hunter EDC Knife? По факту, да. Им бы можно было бы пользоваться как EDC ножом. В принципе, его можно раскрыть одной рукой, но, само собой, закрыть одной рукой его тоже можно. Также этот нож можно раскрыть инерцией, да, если есть место, где размахнуться. Ну и понятно, что двумя руками тоже легко, в принципе, он раскрывается. Здесь у нас используется замок Backlog. Но почему я считаю, что этот нож не так подходит на повседнев, по большому счету, по сравнению с обычными, условно говоря, швейцарцами? Ну, дело в том, что, во-первых, у обычных швейцарцев самое главное преимущество, которое у них есть, это многофункциональность их изделий. То есть то, что в ноже вы можете выбрать там много разных фишечек, много разных функций. И, во-первых, выбрать те, которые вам нужны, вот. И комплектации, вот эти вот наполнения, да, получается, может быть очень и очень различное. То есть под ваши задачи, под ваши желания. То есть, опять-таки, пинцет, допустим, там есть. И все вот в таком духе. То есть очень много разных мелких фишечек, которые реально помогают и выручают. Есть в стандартном, скажем так, швейцарском ноже. Нет, все-таки я его подсложу. Вот. Ну и аналогично практически у меня укомплектован Victorinex серии Allox, который формный. Вот, давайте подсложу. Вот покажу. Здесь у нас тоже есть несколько функций. Вот, соответственно, открывашка для бутылок, для консервов. Отвертка, отвертка, опять открывашка. Здесь у нас такой вот шило-штопор. И, соответственно, нет, правда, здесь никаких пинцетов и всего такого прочего. Но зато вот эта серия с такими вот алюминиевыми накладками, короче говоря, симпатична. Смысл в чем? Невысокая стоимость. Раз. Второе, соответственно, это то, что у нас есть возможность выбрать набор функций. Вот мне, например, штопор не нужен. То есть я как-то с алкоголем не очень дружу. Поэтому, как бы, вместо штопора, допустим, я себе выбрал модель, у которой есть, например, здесь обычно штопор идет. Есть, например, фигурная отвертка. То есть для меня это более полезно. Я так считаю. Поэтому, как бы, допустим, я для себя выбрал. Здесь же у нас одна монофункция. То есть, по сути, это только лишь нож. Да, он длинный. Он реально большой. И по габаритам я даже не уверен, что Spidercom Military сможет его обойти. Но общие габариты примерно сопоставимы. Для нарежущей кромки я более чем уверен, да, что здесь даже подлиннее будет. Посмотрите, у Victorinox. То есть реально это большой нож. Из складных ножей, ну вот я сейчас в Милитаре вам как-то сопоставил. Если я поставлю эндуро, то эндуро будет прям заметно меньше. Вот прям-прям-прям заметно. И эндуро это тоже немаленький нож. Ну и если вы посмотрите на те ножи, которые у меня здесь есть в кадре, то я вам точно говорю, что Victorinox прям сильно больше любого из них. Я уже молчу там про какие-то мелкие там зажимы для купюр, которые смешно выглядят. Ну даже вот вроде бы немаленькая пика и все равно как бы получается Victorinox смотрится на этом фоне. Ну прям таким. Или допустим, что вы там возьмете? Ну, V-Nive там относительно, да, обычных габаритов ножичек. Давайте покажу вам. То есть как бы это все смотрится, ну ладно, может быть он чуть меньше среднего. Ну вот, среднеразмерный обычный нож. Victorinox реально крупный, большой. Вот, при этом при всем он реально достаточно дорогой. Ну, понятное дело, что это скорее для коллекционеров, для энтузиастов, для фанатов, может быть, Victorinox. Вот, но все-таки здесь присутствуют небольшие люфты. То есть вот я чувствую как небольшой горизонтальный, так и небольшой. Да, едва уловимый, но все-таки вертикальный люфт. При этом при всем это все на заклепках. То есть подтянуть это все, как-то разобрать, допустим, возможности не будет. То есть прочистить со временем, ну, будут определенные сложности. Хотя я думаю, что это меньше изол в плане прочистки. Вот, но все-таки, да, как бы хотелось бы, может быть, чтобы выровнять, допустим, тот же самый клин. Вполне возможно, что просто подтянув вот здесь вот осевой, он бы встал абсолютно идеально ровненько. Но подтянуть осевой возможности нет. То есть я, в принципе, предпочитаю, конечно, чтобы конструкция ножа была разборная, хоть и делаю я это редко. Но все же такую возможность хотелось бы иметь. И, опять-таки, хотелось бы иметь ее на таком ноже. То есть вот здесь то, что конструкция не разборная, мне тоже не совсем удобно. То есть я бы хотел разобрать для того, чтобы его хорошенько прочистить. Но, по большому счету, здесь все-таки немножко не та длина рющей кромки. И вот это, в общем, чуть-чуть-чуть разная концепция. Вот. И, ко всему прочему, здесь у нас применяется достаточно простая сталь. Это 1.4116, ну, или X50CRMOV15. Да, это у нас там CR, это Chrome, Molybden, Vanady, да, это все понятно. Вот. Ну, называю, в общем-то, так, чтобы... Я даже думаю, что вам английские названия немножко привычнее в плане обозначения марок стали. Если кто хочет, перейдите по ссылочке к официальному дилеру и посмотрите. Более подробно вообще состав стали и так далее, я его называть не буду. Но он там есть, приведен, то есть вы можете посмотреть. В общем-то, это высококачественная нержавеющая сталь, как они заявляют. Сделана в Германии на предприятиях ThyssenKrupp, как-то так называется. Короче говоря, смысл в том, что эту сталь используют в отраслях с повышенными гигиеническими требованиями. То есть для изготовления медицинского оборудования, для оборудования какой-нибудь фармацевтической промышленности, пищевой, там, пищеперерабатывающей промышленности, ну, вот этих отраслях прежде всего. Таким образом, эта сталь, как бы, отличный выбор для материала изготовления, например, кухонных ножей в плане вот именно контакта с пищей, вот с такими вот моментами. Твердость здесь заявленная 55-56 единиц по шкале Роквелла. По сведению 0,6 в самом начале, потом большую часть верующей кромки в районе 0,5, потом опять 0,6 и прям самый кончик 0,7 миллиметров. По обуху 2,7 миллиметра. По весу 180 грамм. 180 грамм это тот вес, который носится, ну, скажем так, ощутимо на кармане, то есть я бы не сказал, что это прям очень тяжелый запредельный нож, нет. Но опять, если мы посмотрим на то, что у меня здесь есть в кадре, даже я могу добавить еще ножей в кадр каких-нибудь, вот. И я вам скажу, что в любом случае Викторинекс будет здесь самым тяжелым из всех ножей, которые вы можете увидеть. То есть никто настолько тяжелым не будет. И, конечно же, для плотных джинс, для крупного человека, ношение такого ножа будет вполне себе, ну, комфортным. Но какие-нибудь летние шорты, легкие брюки, да, допустим, опять-таки, небольшие габариты, ваши собственные, да, по комплекции вашей. И, возможно, вы будете, ну, чувствовать некоторое обременение при ежедневном ношении. Вот. Сэндбласт, пескоструйная обработка у клинка. Оксидированный алюминиевый сплав, этот аллокс, алюминиум оксайд. То есть аллокс, это обозначает алюминиум оксайд, который применяется. В принципе, у меня, вот видите, за, там, много лет, ну, мало используется этот нож. Хотя, опять-таки, я давал его супруге. И, честно говоря, после того, как давал супруге, где-то какие-то вот следы грязи я еще до конца не оттер. Ну, не то, чтобы грязи, а вот непонятно чего, что им можно было делать. Вот. Ну, в любом случае, в принципе, с ножом, на самом деле, все хорошо. И даже какие-то потертости, они могли бы красить, как-то украшать нож Викторинекс. Проблем с этим особых не вижу. Но все-таки здесь у нас довольно дорогая версия. Ну, относительно других Викторинексов, относительно его материалов. Вот. Поэтому, скорее, я бы сказал, что это версия такая коллекционная для тех, кто очень-очень любит Викторинексы. Возможно, такой вот нож, ну, скорее, выходного дня. То есть, одеть периодически для души, для вот интереса с таким ножом походить. Потому что все-таки внешний вид мне у него очень понравился. То есть, вот что-что, а внешний вид супер. А в плане материалов, ну, как бы ничего такого особенного на ту стоимость, которую за него просят. Ну, потому что это лимиточка. Прежде всего, нужно понимать, что это лимиточка. И сейчас, если она еще есть в продаже. Потому что я не знаю, вы сейчас перейдете по ссылочке в описании. Возможно, уже те лимитки, которые были в наличии, их уже разобрали, раскупили. Если она еще есть в продаже, то, соответственно, скоро, значит, их уже не будет. Вот. Клипса. Здесь, в принципе, немножечко мягковато. Хотя, учитывая, что ее глубокая посадка такая предусмотрена. И, в принципе, глубокая посадка на брюки получается. И, в общем и целом, она такая, как бы, довольно длинная. Давайте покажу вам. Ну, например, вот смотрите. То есть, сравнивать надо не общую длину, а клипсы. Вот отсюда. Потому что здесь так крепеж. Я имею в виду, что вот, сколько она в карман будет садиться. То есть, как бы, ну, прям, прям, прям довольно длинная. Видно, да, разница? Вот здесь я пытаюсь их выровнять. Вот. То есть, разница в клипсе, ну, такая, она прям ощутимая. Короче говоря, клипса, в принципе, ну, она адекватная. Я бы не сказал, что она очень мягкая. Нет. Она адекватная, вполне хорошая клипса. Вообще, кстати говоря, претензий к ней нет. Странно, что она не переставляется для левши. Но она съемная, между прочим. То есть, там есть картинки в инструкции, что если поставить на какую-то вот такую вот поверхность, то есть, потом постучать вот сюда по клинку, то ее, как бы, можно оттуда будет снять. Хотите, покажу вам общий габарит, раз уж линейка попалась мне под руку. Ну, вот, общая длина где-то здесь в районе 90, я бы сказал, 8 миллиметров. Вот. И длина режущей кромки здесь получается в районе 96, может быть, 7 миллиметров. Так, выравниваем по прямой. Ну, 97 точно, я думаю, здесь будет. Вот. Как-то так. И общая длина получается у нас, это вот аж отсюда придется мерить, ух ты, где-то 230, я бы сказал, 3 миллиметра. Может быть, 234. Но, опять-таки, более точные характеристики есть в ссылочках в описании у официального дилера. Замок, бэклог, я вам сказал. Шайбы. Шайбы из фосфористой бронзы здесь применяются. Но, опять-таки, самое главное, нужно понимать, что это ограниченный выпуск. Это лимиточка. Вот. И я бы сказал, что если у вас есть возможность, то взять такой нож для души, для того, чтобы, может быть, потом, как инвестиция, со временем его перепродать еще дороже. Потому что, все-таки, это лимиточка определенная, ну, как бы, она вот вышла, получается, в 2021 году. Да, сейчас там еще ее можно где-то там приобрести, как видите. Вот. Но, я думаю, что чуть-чуть еще пройдет там небольшое время. И, само собой, она еще вырастет в цене. Потому что всегда будут коллекционеры, кто коллекционирует там интересные викторинексы, в том числе. И которые смогут, в общем-то, его перекупить, если у вас вдруг появится такое желание. Ну, возможно, оставите себе на памяти. Опять-таки, нож получился специфическим. Им интересно то, что я вот редко вижу какие-то такие комплектации, да, например, с темлячком, допустим. Ну, необычный, в общем, необычный нож, действительно. Я бы сказал, что я рад тому, что я познакомился с такой моделью. Я бы сказал, что хотелось бы, в общем-то, может быть, либо более низкую стоимость за него, в принципе, либо, может быть, в качестве лимиточки, пусть даже по этой цене, но какую-нибудь прям крутую-прикрутую сталь. Не то, что они обычно используют, в принципе, они здесь стандартную свою викторинексскую сталь применили, да. А вот что-нибудь там, какую-нибудь М390 поставьте, я думаю, прям разбирали бы их, как горячие пирожки. Вот, ну, какое-то такое мнение. Большое спасибо официальному дилеру Викторинекс, ссылочка на которого в описании к видеоролику. Большое спасибо всем, кто ставит свои лайки в поддержку автора, автора видео, но для того, чтобы снимались для вас новые видео. Всем огромной удачи, всем счастливо и пока.